Здравствуйте! Меня зовут Павел Кореневский. Сегодня вечером прошло открытие 19-го международного фестиваля «Листопад». 74 картины из 35 стран мира. Какое кино мы смотрим и каким должно быть белорусское кино? Поговорим со зрителями, актерами, режиссерами и критиками. Сразу оговорюсь, «Листопад» – это фестиваль. На фестиваль отбирают серьезное, умное, для кого-то высоколобое кино. Основной конкурс, где представлены Грузия, Франция, Эстония, Румыния, Словакия, Польша, Казахстан – это новое, очень разное и очень вкусное кино. Вне конкурсные показы. Здесь и ретроспективы Шаруна Сабартаса, Штефана Угера, Наагисы Осимы, «Белорусская панорама», новые фильмы Ивана Павлова, Саши Бутер, Сергея Лебедева, новое российское кино, детское кино в основной и вне конкурсной программе «Листопадика». Но какое интересное кино смотрят зрители и сами киношники? Спросим мы у титулованных гостей «Листопада». Наиболее популярные фильмы, на мой взгляд, это так называемые коммерческие фильмы. В первую очередь блокбастеры, которые создаются в Голливуде. Большинство, мне кажется, предпочитает массовое кино, экшен. Именно те фильмы, в которые вкладывают большие деньги. Оно должно быть разным. Оно должно быть такая трибуна для всех абсолютно. Для всех творческих и талантливых людей, о которых есть что сказать, которые готовы поделиться с миром какими-то своими соображениями о жизни, о творчестве. Это должно быть творческое кино в плане развития языка, в плане возможностей определенных экспериментов. Но быть интересным это кино должно зрителю. Но вместе с тем это кино, которое должно отражать, как мне кажется, все-таки и авторское отношение. Вот такую авторскую, может быть, даже порой боль по отношению к тому, что он видит вокруг себя. Смотрят всегда комедии. Чего есть так говорите? Широком зрителе. Ну, в принципе, кино разное все-таки, востребованное. И оно должно быть интересное, талантливое. Оно должно быть со своим взглядом, со своей позицией, если хотите. Как мне кажется, такое кино всегда будет интересное. Очень разное. И сегодня тем более, когда доступны камеры, доступный монтаж. Очень разные фильмы. Вы же видите, вот человек снял что-то на мобильный телефон, выложил в интернет, и это уже называется кино, понимаете? И, в принципе, это имеет право на жизнь, если это интересно. С каждым годом можно проводить все более четкую грань деления кино на массовое и элитарное. Еще называют тарт-хаус кино или фестивальное. С одной стороны, Андрей Звягинцев, член жюри «Лестопада» этого года с Еленой или «Изгнанием», Сергей Лозница с «В тумане», Андрей Кудиненко с «Массакрой». Все это штучные фильмы, отнюдь не простые, но запоминающиеся. С другой стороны, тысячи картин попкорнового содержания, про которое забываешь, выходя из кинотеатра. Скажу честно, меня перестало удивлять массовое голливудское кино. Просто волосы дымом встают от этих мушкетеров, которые превращаются в ниндзя, или от Шерлока Холмса, который становится накачанным ясновидящим боевиком. Режиссеры настолько увлекаются спецэффектами и возможностями современных технологий, что смысл просто теряется порой, и кино превращается в абсурд. На этом фоне все реже встречается умное кино. Здесь нет погони, стрельбы, здесь сюжет раскрывается неспешно, а зрителя авторы заставляют не жевать, а думать. К примеру, фильм, обошедший многие фестивали, именно он был показан на открытии листопада «В тумане» Сергея Лозницы. Это наш быков, это война, это предательство и смерть. Это не только вымышленная история 70-летней давности, это про нас сегодняшних, таких же, каким мы есть. И я не понимаю споров о том, чье это кино, белорусское или немецкое, латвийское или российское, это кино с большой буквы. А сегодня кинопроизводство космополитично, интернационально, и правила игры для него общие. Голливуд при выпуске премьеры покупает лучших актеров, режиссерах, сценаристов, и рассчитывает прибыль на 90 тысяч киноэкранов, из которых только 40 тысяч в США, 30 тысяч в Европе, остальные по всему миру. Наш белорусский фильм может рассчитывать лишь на свои таланты и 130 киноэкранов в Беларуси. Да, еще возможен интерес соседних России или Украины. Поэтому либо миллионное вложение и массовый зритель, либо точечное попадание в фестивального кино и слава, или, если хотите, шлейф наград. Очень грустно, когда наше отечественное или соседнее российское кино, которое мы смотрим очень много, начинает копировать Голливуд. Всех этих летающих персонажей и ходульных героев становится грустно и смешно. А вот свое сугубо белорусское может как раз и быть интересным и своим зрителям, и чужим. Еще один фильм участник фестиваля «Листопад» — «Украсть Бельмондо» Николая Князева. Говорят, он произвел фурор на первых показах в периферийных кинотеатрах и планируется прокату аж трижды в день в столице. Это интерес зрителей или опять административный ресурс, как на футбольном матче «Беларусь-Испания»? Не знаю. Но обязательно посмотрю белорусского «Бельмондо». Еще один важный момент в разговоре про кино. Нельзя судить о фильмах, не посмотрев их. Я, конечно, не кинокритик, я все же журналист, но по работе мне приходится порой в день смотреть и по два, и по три фильма. За год мне запомнилось всего несколько, и я обязательно порекомендую посмотреть их своим друзьям и знакомым. Я могу о них говорить, могу ругать, могу хвалить. Фестиваль «Листопад» — отличный повод посмотреть хорошее кино, которое отобрали для вас, или всей семьей сходить на фильмы «Листопадика». Ну а после просмотра давайте поговорим. Субтитры сделал DimaTorzok